Шестеро конкурсантов студенток Курганской РНХИКС поборолись за звание Мисс Президентская Академия 2016. Конкурсный день стал настоящим праздником красоты, ума, грации и обаяния. Во время торжественного открытия участниц поприветствовал председатель жюри, начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин. Я думаю, что этот конкурс будет сложным даже не для участия, будет сложным для нас, потому что выбрать лучшую из самых красивых девушек, Кургана и умных девушек, которые учатся в нашем филиале Российской Академии Народного хозяйства, я думаю, это будет сложнейшая задача. И то я посмотрел те конкурсы, которые у нас запланированы, я думаю, что все конкурсанты пройдут легко, играючи и совершенно не напрягаясь. Шесть конкурсантов, шесть заданий. Девушки дефилировали в строгих костюмах и вечерних платьях, представляли видеовизитки, соревновались в актерском мастерстве, показывали свои творческие таланты и даже произносили речь президента. Добрый день, уважаемые граждане Российской Федерации. Начать свою речь хочется со слов соболезнования. В частности, родственникам погибших пассажиров в бою 837, потерпевшего урушения в аэропорту Ростова-на-Дону. Так начала свою речь студентка четвертого курса Елена Козельчук. Именно она смогла обойти других девушек и получить главный титул – Мисс Президентская Академия. Следующий этап для нее – участие в конкурсе Мисс Зауральское студенчество. Ее конкурентки, хотя скорее хочется назвать их соратницами, тоже получили свои награды и, конечно же, порцию положительных эмоций и новых друзей. Во время подготовки поначалу все друг друга боялись. Как-то не подходили, как-то не общались, но потом в процессе репетиции стало все хорошо налаживаться. Мы все познакомились и стали одной большой дружной семьей. Валерия Печоварских, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курганру».